Европейский банк реконструкции и развития ИТО «Водные ресурсы маркетинг» подписали шестой совместный договор. Городской водоканал является давним и надежным партнером Европейского банка. Первое соглашение было подписано еще 13 лет назад. Полученные средства направили на модернизацию производства и покупку нового оборудования. Шестой договор был подписан 23 сентября в Акимате Шимкента. Делегацию встречал заместитель Акима города Максут Исахов. «Нам нужно, конечно, решать очень большие инфраструктурные проекты. Потому что, когда было принято решение о том, что город будет самостоятельным, к нам присоединили 81 населенных пунктов, которые раньше были сельскими территориями. Поэтому туда мы должны тянуть инфраструктуру. И, конечно же, ваша помощь нам здесь просто необходима». Руководитель делегации Европейского банка реконструкции и развития благодарят представителей местного Акимата за поддержку, которая оказывается проектом банка в городе и дал оценку работе водоканала. «Необходимо отметить, что компания, которую возглавляет АНРБ Курман, она особенная. С точки зрения эффективности и качества обслуживания населения во всей Центральной Азии такого еще не видели. Поэтому мы подписываем очередной пакет». Полученные средства после подписания шестого договора пойдут на расширение комплекса очистных сооружений Шимкента. В настоящее время они перерабатывают 150 тысяч кубических метров канализационных стоков в сутки. Но количество потребителей и пользующихся водоотведением стремительно растет. Поэтому встала необходимость увеличить мощность комплекса до переработки 200 тысяч кубов в сутки. «Сегодня, я думаю, очень знаменательное событие произошло. Мы подписали очередной проект «100 водных ресурсов и маркетинг», являющийся нашим клиентом, партнером банка с 2009 года. Это еще одно достижение в плане вклада компании и нашей помощи в улучшение экологической ситуации как в городе, так и в окрестностях. Также повышение эффективности работы, компании, с точки зрения расширения мощностей канализационных сооружений, компании, которые позволят присоединить к сетям канализационным больше потребителей». Кредитный транш от Европейского банка реконструкции и развития составит 3,3 млрд тенге. Такую же сумму в качестве субсидии выделяет и правительство нашей страны.